ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАДцы и гости нашего города, слово для поздравления по случаю празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предоставляется губернатору Волгоградской области, Герою Российской Федерации Андрею Ивановичу Бочарову. Дорогие фронтовики, ветераны, жители и гости нашей героической Сталинградской земли, Передаю вам слова поздравления Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Поздравляю вас с Днём Победы. Этот священный праздник отмечает вся Россия. Он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, С честью прошли через все испытания, Остали свободу и независимость Отечества И победили. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 9 мая 2022 года. Дорогие фронтовики, ветераны, Уважаемые жители и гости Сталинградской земли. День Победы – праздник со слезами на глазах. Великая Отечественная война забрала миллионы человеческих жизней, Принесла боль и горе в каждый дом, в каждую семью. Прошу почтить память павших за свободу и независимость нашей Родины Минутой молчания. День Победы – праздник со слезами на глазах. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вечная память павшим, вечная слава живым! С праздником! С Днем Великой Победы! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Парад под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы! Смертное! Для встречи слева на краю! КОНЕЦ Героя Волгограда! Государственный флаг Российской Федерации! Красное знамя Победы! Водруженные 30 апреля 1945 года разведчиками 756-го стрелкового полка на здании Рейхстага над поверженным Берлином! Знамя Победы является государственной реликвией России! Официальным символом Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне! Возглавляют знаменные группы Гвардии старший сержант Константин Закирко Гвардии старший лейтенант Илья Стахеев Государственный флаг Российской Федерации Доверено нести гвардии старшему сержанту Александру Никулину Красное знамя Победы в надежных руках гвардии сержанта Юрия Кацубина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Вольно! Парад! Смена для встречи слева на кроу! Товарищ генерал-майор, войска Волгоградского гарнизона, воззнаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом гвардии полковник Степанов. Командует парадом командир 31-й, а это стрелковые дивизии резерва, гвардии полковник Евгений Степанов. Принимает парад заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Константин Запотосский. Здравствуйте, товарищи! Гравец желаю, гвардии генерал-майор! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, гвардии генерал-майор! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, генерал-майор! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Слово предоставляется заместителю начальника штаба Южного военного округа генерал-майору Запотоцкому Константину Николаевичу». «Симон» 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 Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость нашего Отечества. Спавших мир от нацизма, их вера в правое дело и любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости. Подвиг советского народа, разгромившего нацизм, навеки стал примером мужества, доблести, неизгибаемой воли и беззаветной любви к Родине. С праздником, товарищи! С Великом Днем Победы! Ура! С Великом Днем Победы! С Великом Днем Победы! С Великом Днем Победы! С Великом Днем Победы! На одного линейного дистанции рота барабанщиков прямо, остальные направо. Равнение направо. Сягу марс! Военные парады открывают взвод барабанщиц Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации. И юные барабанщицы, отбивая барабанную дробь, задают ритм и темп всем парадным расчетам. На площади павших борцов города-героя Волгограда знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации и красным знаменем победы. Парадным строем на площадь входят военнослужащие роты почетного караула Волгоградского гарнизона, одетые в современную форму одежды трех видов вооруженных сил Российской Федерации. Сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морских сил. Парадный расчет возглавляет командир роты, гвардии майор Игорь Данилов. По площади идут парадные расчеты главного управления МВД России по Волгоградской области. Личный состав в форме бойцов легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Летом 1942 года воины дивизии первыми встали на защиту нашего города и сражались с превосходящими силами гитлеровцев до подхода регулярных частей Красной Армии. Парадный расчет возглавляет подполковник полиции Виталий Тройнин. Перед трибуной сотрудницы полиции в форме регулировщиц времен Великой Отечественной войны, которые стали визитной карточкой нашего города. Парадный расчет возглавляет подполковник внутренней службы Эльвира Калмыкова. Впервые в параде принимают участие сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области. Пограничное управление является правоприемником 38-го пограничного отряда. Возглавляет парадный расчет первый заместитель начальника пограничного управления полковник Анатолий Каракурин. На площади павших борцов знамя 20-й гвардейской Прикорпатско-Берлинской мотострелковой дивизии. Знаменную группу возглавляет заместитель командира дивизии гвардии подполковник Евгений Выродов. Торжественным маршем проходит парадный расчет военнослужащих 255-го гвардейского Волгоградско-Корсуньского мотострелкового полка. Парадный расчет возглавляет заместитель командира батальона гвардии майор Бахтияр Алимурадов. Военнослужащие парадного расчета экипированы в современные костюмы боевого снаряжения «Ратник». Продолжает парадный расчет личный состав полка в парадной форме одежды. Парадный расчет возглавляет помощник начальника разведки гвардии старший лейтенант Илья Патлатый. В парадном строю идет подразделение 33-го Берлицкого Донского Казачьего мотострелкового полка. Возглавляет парадную коробку начальник штаба батальона майор Павел Беляков. Парадное шествие продолжает военнослужащий 37-й отдельной железнодорожной бригады Южного военного округа. Парадный расчет возглавляет командир батальона подполковник Алексей Братухин. Более 50-ти лет личный состав бригады верно служит Отечеству. В парадном строю идет подразделение 40-й гвардейской краснознаменной ракетной бригады Южного военного округа. Парадный расчет возглавляет заместитель командира бригады по военно-политической работе гвардии подполковник Денис Прохоров. На площади личный состав 39-го полка радиационной, химической и биологической защиты 8-й общевойсковой армии. Парадный расчет возглавляет начальник штаба полка подполковник Андрей Матвеев. Продолжает парадное шествие военнослужащий 33-го гвардейского орденов Красной Звезды Александра Невского. У Тузова 3-й степени инженерно-саперного Берлинского полка. Во главе парадного расчета заместитель командира полка гвардии подполковник Константин Беляйкин. Чеканя шаг по площади павших борцов идут воины в краповых беретах. Это военнослужащий 22-й отдельной ордена Жуковой бригады оперативного назначения Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник штаба соединения полковник Вадим Эсрефов. Перед трибуной проходят курсанты Волгоградской Академии МВД Российской Федерации. Одного из ведущих высших учебных заведений Министерства внутренних дел России. Более 50 лет Академия занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов для Министерства внутренних дел России. Парадные расчеты возглавляет заместитель начальника Академии по организации службы полковник полиции Сергей Плешаков. Продолжает парадношествие парадный расчет офицеров главного управления МЧС России по Волгоградской области. Возглавляет расчет первый заместитель начальника главного управления полковник Андрей Тарасян. Подразделения управления находятся в круглосуточной готовности к проведению любых спасательных операций. На площади парадный расчет управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области. Парадный расчет возглавляет начальник управления по конвоированию полковник внутренней службы Виктор Акулов. Парад Волгоградского территориального гарнизона продолжает личный состав казаков окружного казачьего общества Волгоградский казачий округ, войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское. Возглавляет парадный расчет заместитель атамана Волгоградского казачьего округа Харунжий Евгений Фролов. На площадь вступает парадный строй воспитанников Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени полного георгиевского кавалера, героя Советского Союза Недорубова. Парадный расчет возглавляет войсковой старшина Игорь Ковушев. Торжественным маршем по площади павших борцов проходят участники регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия. Парадный расчет возглавляет Владимир Голопов. К трибуне приближается парадный расчет регионального отделения ДСА в России Волгоградской области. В составе парадного расчета воспитанники военно-патриотического клуба строитель Волгоградского строительного техникума. Возглавляет парадный расчет подполковник Запаса Евгений Кузнецов. Перед трибуной проходят учащиеся кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Федора Федоровича Слипченко. Возглавляет парадный расчет директор корпуса почетный работник общего образования Алексей Пиндыч. К трибуне приближается парадный расчет Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Сергеева. Данный техникум является единственным учебным заведением в Волгоградской области, который обучает профессиям флотской направленности. Возглавляет парадный расчет командир взвода Андрей Малуев. Продолжают движение воспитанники кадетской школы имени Героя Российской Федерации Сергея Александровича Солнечникова. Возглавляет парадный расчет директор кадетской школы Владимир Журба. Прохождение парадных расчетов завершает учащийся полицейских кадетских классов, созданных по инициативе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Сегодня в образовательных учреждениях города Волгограда и области обучаются более трех с половиной тысяч кадет. Парадный расчет возглавляет командир кадетского класса Александр Жижимов. Парадный расчет Парадный расчет Парадный расчет На площади павших борцов один из символов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов лучший танк Второй мировой войны Легендарный Т-34 В 1942 году каждый второй танк, воевавший на фронтах страны, сходил с конвейера Сталинградского тракторного завода. Командир танка, гвардии капитан Евгений Семилетов, механик-водитель, гвардии старший сержант Василий Теперик. Восстановленную историческую технику демонстрируют региональные общественные организации. Возглавляет колонну техника моторов Сталинграда председатель Алексей Никулин. На площади советские тяжелые мотоциклы М-72, которые выпускались крупной серией с 1941 по 1960 годы. Всего было произведено более 8,5 тысяч машин. ГАЗ-67, советский, военный, полноприводный легковой автомобиль. Впервые в России представлена уникальная сцепка времен Великой Отечественной войны, упрощенный артиллерийский передок и 45-мм пушка образца 1942 года. Виллес – американский армейский автомобиль повышенной проходимости. В Красную армию Виллесы поступали по договору Ленд-Лиза с лета 1942 года. Советский грузовой автомобиль СИС-5. Машина являлась одним из основных транспортных средств Великой Отечественной войны. Один из автомобилей буксирует 57-мм противотанковую пушку СИС-2 образца 1942 года. ГАЗ-69 – легковой автомобиль повышенной проходимости, заменил в боевом строю автомобиль ГАЗ-67. Производился с 1953 до 1972 года. За два десятилетия производства автомобилей ГАЗ-69 было выпущено свыше 600 тысяч. Пожарная машина ПМЗ-2 на шасси СИС-5. Выпускалась более 20 лет и являлась главным помощником огнеборцев в довоенный, военный и послевоенный период СССР. Упрощенная пожарная автоцистерна АТСУ-20 на шасси автомобиля ГАЗ-51А. Компактная машина, несмотря на простоту конструкции, могла вывозить на пожар до полутора тонн воды. На марш выходит современная техника армии России. Мимо трибун проходит боевая машина пехоты третьего поколения ПМП-3. Машина предназначена для повышения мобильности и защищенности личного состава мотострелковых подразделений, ведущих боевые действия. Ее отличает мощное вооружение. 30-мм и 100-мм пушки. Последняя способна стрелять управляемыми ракетами. Три пулемета и комплекс активной защиты «Арена». Три пулемета и комплекс «Арена» А по площади павших борцов проезжают современные российские танки Т-90. На машине установлен современный комплекс оптико-электронного подавления штора. Комплекс управления огнем. Бортовые экраны со встроенной динамической защитой. Тепловизор. В боекомплект 125-мм пушки танка веден управляемый снаряд с электронным дистанционным взрывателем. Дальность действия снаряда до 5-ти километров. В парадном строю самоходная артиллерийская установка «Хоста». Установка «Хоста» предназначена для уничтожения пунктов управления, огневых средств, бронированных с целей, артиллерийских батарей и живой силы противника на дальности до 14 километров. Основное орудие совмещает в себе возможности миномета, гаубицы и пушки. Замыкает парадный строй боевой техники «УАЗ Патриот». Патриоты с 2015 года заменили в войсках старую модель Ульяновского автомобильного завода «УАЗ-3151», который около четырех десятков лет верой и правдой служил на благо Родины. С учетом опыта ведения общевойскового боя полноприводный внедорожник является перспективным видом боевой техники для размещения на нем различного вооружения от пулеметов до противотанковых и зенитных установок. Над площадью павших борцов самолеты Л-29 авиационной пилотажной группы «Реакторы». Ведущий группой военный летник-снайпер Владимир Роднищев. Следом за ними в небе следует авиационная пилотажная группа «Русские авиационные гонки». Летчики в знак поддержки специальной операции России на Украине выстрелились в форме одного из символов специальной операции «Стила в правде». Ведущий группой летчик-пилотажной группы «Антон Павлов». Самолеты Ан-2. Более 70 лет данной машины трудятся в небе нашей Родины. И до настоящего времени состоит на вооружении некоторых стран мира. Советский самолет Ан-2. Под звуки легендарного марша прощания славянки завершает прохождение парадных расчетов сводный военный оркестр Волгоградского гарнизона под руководством начальника оркестра гвардии майора Анатолия Никитчина. Ни одно торжественное праздничное и официальное мероприятие в городе Герои Волгограде не откудася без военных музыкантов. В их составе лауреаты и дипломанты различных конкурсов. Они неоднократно выезжали в районы боевых действий, где в непосредственном близости от передовой давали концерты нашим ребятам, поднимая их боевой дух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова